Несмотря на сильный мороз, этот выезд решил посвятить плотве и любимой без мотылки. Снега выпало прилично и только спустя 40 минут я добрался до заветного места. Мороз кусался и поэтому маску я решил в тот день не снимать. Конечно, это отрицательно сказалось на качестве звука. Место представляло собой обширный пляж с закоряженными участками. Именно на одном из таких участков и предстояло ловить. Снасть была все та же. Удочка с кивком из рентгеновской пленки, леска 01 и черная мармышка-гвозди-шарик с золотистым шаром. Такие места, как магнитом, приманивают разную рыбу, в том числе и плотву. Вот и сейчас, буквально на второй проводке, последовала достаточно уверенная и агрессивная поклевка. Чем ближе наступление весны, тем все более жадными становятся поклевки плотвы на безмотылку. Порой поклевки такие агрессивные, что прежде чем вытащить рыбу, сомневаешься, плотва ли там или все-таки это какой-то крупный окунь. В таких закоряженных местах, частенько в приловах, у нас есть и мелкий судак, который также не прочь полакомиться безмотылкой. Ну, конечно же, вездесущий окунь. Попадаются и ерши, и бычки. Вот только с лещом пока у нас. Тут дружба не заладилась. Если удается обнаружить стаю, то поклевки следуют практически одна за другой. Ага. Ох. Ох. Ох, ну вот. Хороший плотвок льет. Сегодня, ребята, плотва очень красивая и бойкая рыба. Ну, а сейчас, в преддверии весны, все чаще попадаются вот такие увесистые экземплярчики с икрой. В проводке на безмотылку нет ничего сложного. Мы постепенно поднимаем очень медленно мормышку от дна, задавая ей высокочастотную амплитуду. То есть, сама мормышка должна очень сильно колебаться, при этом не совершая резких вертикальных скачков. Тем самым мы заставляем именно этот шар, который находится у нас на крючке, создавать необходимые колебания, на которые рыба уже реагирует поклевкой. Периодически необходимо менять лунки, так как, которая есть еще в этом месте, уже начинает с осторожностью относиться к приманке и фактически не клюет. То есть, она ее касается, как-то подбрасывает, но грызть, так скажем, есть ее она не хочет. Разбуриваем пятак. 5-6 лунок вокруг необходимые нам коряжки. И периодически, когда клюет начинает стихать, просто перемещаемся. Лунки у нас просверлены заранее, поэтому рыбу мы не пугаем. Подходим лишь слегка, очищая лунку от примершего, так скажем, льда. Продолжаем ловить увесистых бойких рыбешек. Конечно, есть некоторые тонкости при ловле на безмотылку, без насадку. Необходимо использовать достаточно тонкую леску, чтобы эта мормышка совершала те самые необходимые нам колебания. К кивку тоже есть особые требования. Если тонким ловсановым или кивком из именно рентгеновской пленки мы можем ловить на средних глубинах, там до 3-4 метров максимум, то при ловле плотвы на более больших глубинах, 5-6 метров, 7, такой кивок уже не сможет качественно играть мормышкой. Соответственно, поклевок будет в разы меньше, а может вообще их не быть. На глубине я применяю уже более жесткие кивки, чаще это металлические кивки, есть также карбоновые кивки, но с ними пока еще не все, так скажем, тонкости я освоил. То же самое касается и самой мормышки. В определенные дни очень хорошо работает именно металлического, какого-то золотого цвета шарики. В пасмурную погоду у нас были очень хорошие рыбалки при использовании белого гвозди шарика. На желтой гвозди шарика почему-то лучше отзываются окуни, причем весьма крупные. Что касается веса, то не стоит перегружать, так скажем, снасть и пользоваться тяжелой мормышкой на мелководье, так как маленькая мормышка, она более, так скажем, высокочастотна на маленькой глубине, и рыба на нее откликается лучше. И в то же время на большой глубине такую мормышку вы будете опускать очень долго, и любое, даже слабое течение будет сказываться на игре. Соответственно, на глубине я применяю мормышки более тяжелые, порядка 0,7 грамма. Каждая лунка перед ловлей должна быть очень тщательно почищена, потому что любые даже мелкие льдинки, которые будут в ней плавать, так или иначе будут касаться лески и сбивать игру, то есть делать ее менее привлекательной для рыбы. В этот день сильный мороз отпугнул всех рыбаков, большинство из них остались дома, лишь вдалеке пару человек приехало на это место на судака. На платву уже не пришел вообще никого, то есть я рыбачил в одиночестве, а мне никто не мешал. Хоть и сильный мороз, но было практически полное безветрие, и на солнце уже порой даже было видно, как с ледобура начинает оттаивать лед. Несмотря на сильный мороз, солнце уже начинает припекать. Весна не за горами. Плотва собралась на месте в количестве, и периодически клевала то мелкая, которую мы отпускали, то ровненькая, хорошая платвичка, то есть стаи были такие разнокалиберные. Можно было, конечно, сесть в палатку и ловить с одной лунки. Там бы, конечно, у меня не мерзло ни руки, ни лицо, но в такие дни, так скажем, и при ловле на без насадку, это все-таки менее эффективная тактика, потому что было бы всю ту рыбу, которая стоит непосредственно под лункой, под палаткой, мы довольствовались бы лишь редкими поклевками. А здесь, хоть и морозно, но клев есть, достаточно лишь только периодически менять лунки. пробовал я вот эту рыбалку и отсечь как-то мелочь, использовать другие цвета гвоздешариков, а также такую приманку, как чертик. Но платва была в количестве, она была явно голодная, и мелочь атаковала абсолютно все, то есть независимо, то это был мелкий гвоздешарик какой-то или крупный черт, клевала одинаково практически на все приманки. Полотва для меня является одной из любимых рыб, Любовь к ней у меня идет, наверное, с самого детства, когда мы мальчишками еще бегали на маленькую речушку, протекающую у нас рядом с городом, за гаражами, которую местами перепрыгнуть было можно. И какова же была радость, когда помимо пескарей попадались вот такие красивые серебряные рыбешки. Года прошли, а любовь к ловле этой рыбы до сих пор жива, и в те дни, когда хищник бастует, когда рыбалки по нему очень вялые и, можно сказать, безрезультатные, обязательно выбираюсь на реку, чтобы половить ту красивую, очень и бойкую рыбу. Нашли мы ее сегодня без всяких камер. Ну, повезло, можно сказать, конечно, потому что, не знаю, примерно с берега рельефа и количество покорят на дне, шансы, я думаю, сегодня у нас были бы минимальные так ловиться. Так что я начинаю замерзать. Надо бы нам как-то в палатку забуриться. В завершении сегодняшней рыбалки мне осталось лишь проверить закормленную лунку, одну единственную, которая находится в палатке. По приходу туда я обнаружил сразу, что рыба есть, рыба клюет, и, поймав порядка, наверное, 10-15 сорожен, клев стал стихать, так как время уже заобеденное. Вечер потихонечку наступает, и я стал собираться домой. До новых встреч, друзья! Увидимся на рыбалке! Редактор субтитров А.Семкин